Ко мне присоединилась историк Наталья Васильевна Воинова. Поговорим о том, благодаря чему Тюмень заслужила звание города трудовой доблести и как в военные времена жили горожане. Здравствуйте. Даня Васильевна, Тюмень в военные времена была там стутысячным городом, примерно так. Почему именно Тюмень выбрали для того, чтобы заводы эвакуировать? Ну, эвакуировали заводы не только в Тюмень. По всем городам, которые стояли по Транссибу, естественно, определялись те или иные предприятия, которые эвакуировали из зоны захвата немцами. Дело в том, что Тюмень стоял на Транссибе, и вполне большое электричество здесь можно было подать. Наличие электричества имело большое значение, чтобы подключать станки. Ну, конечно, к нам перевезли очень небольшое производство, но у нас и не было таких больших возможностей. Наскоржет был очень мирный, очень маленький. Но, тем не менее, около 30 предприятий мы приняли. И под открытым воздухом, на морозе, в 1941 году уже первая продукция была, уже выпускалась. Очень быстро получается. Очень быстро. Как удалось наладить такую работу? Ну, комитет обороны Советского Союза требовал. Немцы наступали очень энергично, очень быстро маршем шли буквально к Москве, и нужно было защищать страну. И захватывалась территория очень быстро, эвакуировали и людей. Город наш был избран именно для хранения тела Ленина. Вот это он был избран, потому что Сталин сам сказал, городок тихий, туда везите саркофаг с телом Ленина, что и было сделано. А стратегически для заводов, конечно, было очень удобно. У нас был хороший транспортный узел, очень мощное вагонное депо и очень хороший коллектив рабочих, которые там работали. Были высокие специалисты, которые приняли приказ комитета обороны очень серьезно и очень быстро выполняли все государственные задания. И в течение войны несколько телеграмм от самого Сталина приходили сюда с благодарностью именно тюменцам за то, что они выполняли, перевыполняли, заранее выполняли в установленные сроки, но с напряжением всех сил. А помните в телеграмме текст, может быть, там предложение, что он говорит? Благодарю тюменцев, железнодорожников за тот вклад, который они внесли, за то, что они сделали, за то, что перевезли столько-то тонн грузов. Дело в том, что на восток шли заводы, которые требовали эвакуации, с коллективами, с семьями, с оборудованием. А с востока на запад ведь шли маршевые роты. И шли солдаты, шли офицеры. То есть везли технику, то есть нужно было спасать страну. И вот, собственно, в конце ноября 1941 года сибиряки остановили фашистов под Москвой. А вот скажите, получается, вы говорите, эвакуировали сюда людей. А как они тут размещались? Размещались очень просто. Их распределяли среди местных жителей. Если эвакуировали, 122 детских дома приняла Тюменская область. Их распределили поселом. Ну, в Тюмень приняла несколько. Ну, желательно поселом, потому что там были дети, их нужно было кормить. Они были без родителей. Ясли, детские сады из блокадного Ленинграда. Блокадный Ленинград приняла Тюменская область. И их развозили, их кормили здесь хорошо. И надо сказать, что люди, которые... Ну, наши тюменцы, которые работали с напряжением сил все 24 часа в сутки, дети еще в школу ходили, взрослые ходили еще и на работу. Успевали за это время еще и навязать варежек, и нашить кесетов, и табак насушить, и послать это нам в фронт, и все-все отдать фронту. Но они еще жалели вот этих эвакуированных, которые бежали туда от фашистов, от бомбежки, от всего. То есть наш тыл отличался только тем, что не бомбили, не стреляли, и не было фашистов. А вот скажите, получается, что на заводах работали все дееспособное население, и дети в том числе? С 14 лет работали дети, женщины заменили мужчин. Но были мужчины, которые незаменимы были, специалисты, на них была бронь. Трактористов не отпускали, но они как танкисты были хороши. Они, в принципе, у нас ушло 250 тысяч населения нашего края на фронт, вернулось только третья часть. Женщины, дети, старики, ну, в общем, все, кто мог ходить, они, конечно, все помогали, все для фронта, все для победы, был такой девиз. Первоклассники готовили подарки к 7 ноября, к Новому году, то есть ко всем праздникам, и отправляли на фронт. Дети высаживали табак на своих участках, табак сушили, кисетики шили, отправляли нашим, чтобы курили там на фронте. То есть это было необходимо, даже как гармонь радовала душу. Вот так, кстати, хотела про это поговорить. Вы говорите, да, что и табак производили, и мы знаем, что гармонии здесь делают, музыкальные инструменты. Это правда было так необходимо, если эти люди могли работать на других заводах? Конечно, это было необходимо. Нет, люди там на фронте, они, конечно, вот они один на один с фашистами, с врагами стреляли, то есть каждый день со смертью встречались. Их, конечно, радовала любая весточка из тыла. И то, что тюменские школьники, школьницы посылали туда подарки, писали, «Я пишу тебе, неизвестный советский солдат, вот я такая девочка Таня из первого класса тюменской школы, посылаю то-то, то-то». Вот, конечно, это была радость, потому что у него, если свои дети были у него в тылу, это было хорошо. А если его детей уже убили фашисты, если уже они на оккупированной территории как-то пострадали... Да, теплота и то, что семья-то, вот он защищает чью-то семью, если не смог свою. Расскажите, что там за история про летающий танк? А, ну это очень интересная история. Дело в том, что у нас в Тюмени был завод, который изготавливал планеры. Это такие самолеты, они из фанерочки делались, они легкие, взлетали, их использовали, и они не шумно летали-то. Фашисты их, конечно, очень боялись, но они их и поджигали очень хорошо, и летчики там сгорали живьем. И вот эти планеры очень хорошо было отправлять в партизанские соединения, потому что партизанское движение у нас развелось очень быстро, и признано было комитетом обороны, что это, конечно, серьезно, вот это был второй фронт партизаны. Но им нужно было посылать оборудование, какое-то вооружение, лекарства, и нужно было оттуда забрать раненых или каких-то важных людей, которых нужно было спасти от фашистов, как можно фашисты все равно леса-то прочесывали, да еще как, они же не были дураки. Они очень хорошо воевали, ну, надо сказать. Летающий танк. Да, и летающий танк, значит, и придумали тогда. У нас Антонов здесь со своим конструкторским бюро в Тюмень переместился, эвакуировал свое производство, и придумали они на базе легкого танка К-60 сделать, вот к нему крылья, он и вошел в историю, как летающий. А, танк с крыльями, летающие крылья. В общем, все вот это сделали. Но танк весит очень тяжело. И предполагалось так, что вот он взлетел, перелетел, приземлился, крылья отцепил и сразу в бой. Но чтобы танк уйти в бой, у него должен быть бензин, горючее должно быть у него какое-то, у него должно быть запас снарядов, и в нем должны быть люди. Вот танк, ну, то есть это очень утяжеляет. В общем, идея хорошая, но реализации не нашла. Заветел он один раз, недалеко от Москвы, значит, в седло Раменское, но там наши приняли, что это, наверное, фашисты что-то придумали, и пытались его обстрелять. Но он когда приземлился, решили, что это нерентабельно. И танк легкий, конечно, был создан потом позднее, но без крыльев. Еще одно интересное решение – поезд баня. В Тюмени тоже сконструировали, как он выглядел, для чего это было сделано, как проработано. Вот вы знаете, поезд баня, он необходим для того, что люди, которые в окопах днем и ночью, на них могут появиться вши. Вши – переносчики ТИФа. Любые военные действия, любая война гражданская или захватническая сопровождается ТИФом. Это смертельная болезнь. Нужно было с ним бороться, ну, санитарными способами. 6 февраля 1942 года Тюменское депо под руководством начальника Кочеткова и комиссара Пацко решили построить поезд баню. Собрали деньги. Тюмень собрала 177 462 рубля. Это очень большие деньги на тот момент. То есть люди отдавали последние деньги, чтобы его построить. 10 вагонов. За 25 дней был построен поезд баня. Ого! Да, 10 вагонов. 5, значит, у него было телефонных там точек, то есть можно было зайти по телефону. 4 радиоточки. Эти вагоны были, ну, сам пропускник, куда человек заходит и свое грязное бросает на обработку. Заходит дальше, там его посмотрели врачи. Дальше он пошел мыться, дальше там парилка, то есть все-все. Потом он вышел, тут у него библиотека, клубик, он может на гитаре поиграть, он может на гармонии поиграть, послушать патефон. То есть это все собирали тюменцы своими, вот свое отдавали туда. И поезд баня был такой уютный. Это было такое. И он пошел уже в конце февраля, то есть в конце 6 февраля начали строить, и через 25 дней он уже пошел на запад. А много людей успели воспользоваться? Очень много людей успело воспользоваться. Ну, видите, тогда учет особо не велся. Воспоминания есть. Под Сталинград, когда он пришел, боже мой, зима, холодно. Ну, есть легенда, что Рокоссовский у нас там мылся в этой бане. И потом, значит, легенда, не знаю, насколько легенда, что вот Паулюса там тоже помыли, потому что, ну, люди есть люди. Ну, да, это было. И вот, конечно, люди там получали большое удовольствие, здоровье. Они получали, как бы, тиф. Это у нас не было. Даже и расшлабиться, наверное, могли в такие москвы. Конечно. И еще там было, была бумага, была возможность написать письма домой. В окопе-то трудно писать, тем более там припостреливают, да и холодно. А здесь все-таки было настолько портреты Ленина, Сталина, флажки. И все как дома. Были даже картинки детей. То есть вот это было очень... А что с ним стало в итоге? Так, он дошел до Берлина. Так, он дошел до Берлина. Там еще было несколько, собственно, у нас поездов таких. Вот. А потом, когда он вернулся в Москву, он так на каких-то задних путях в Москве, так вот он пропал, его там растащили. Но если мы хотим посмотреть, как выглядел поезд Баня, сходите в музей Городская дума и посмотрите там вот такую вот реконструкцию. Очень прелестно и очень хорошо сотрудники музея рассказывают о том, что там происходило. Дарья Васильевна, спасибо вам большое за интересные рассказы.